Итак, что ж, возвращаемся, друзья Это первая игра этих команд на лане, друзья ЕСС светит сейчас два эко-раунда Я пока что вам напомню, читать все, следить за репортажем с этого чемпионата Вы можете на сайте csgo.starluder.tv Новость называется репортаж с Mind Sports Festival Вы можете там ознакомиться с группами с текущим положением в этих группах, естественно И вообще, познакомиться с турниром, узнать какие-то подробности, прочитать расписание трансляций Ну и краткое расписание на сегодня было опубликовано у меня на странице ВКонтакте, Фейсбуке, в Твиттере тоже об этом писал Общаемся по хэштегу в Твиттере, CSLTV, конечно же, чат, Киберарена ТВ Это два наших стандартных, дефолтных, основных места, где мы будем с вами проводить большую часть времени на трансляциях по Counter-Strike Global Offensive Ну и что ж, Z Nation, пока у них все, в принципе, неплохо складывается Они идут в плюс, единственное поражение только команде НИП Они сыграли, конечно, по результату хуже команды Байкей Но Байкей играли как раз-таки Мираж Так, вот он, Колокол, зазвонил Луки Бакин в голове Поляки начинают прикалываться Вот если в 1.6 версии они любили запилить дверь То тут они, по-моему, любят запилить и даже Колокол Итак, ну что, поляки потусовались на экономиде Позвонили, позвонили в Колокол Решили стянуться на Б По сути, как бы с покерфейсом Z Nation отсидели все это время Даже не думали они куда-то стягиваться Как сидели, так и ждут, уверены в своих силах на приеме Никакой хелпы не надо Ну и сейчас на Б будет А, ну, карнавал, друзья И тут пошел Бизон, таз пробивает аэро Бизон падает Вместе в паре с ним играл Фаби И сейчас Фаби совершит ошибку, если откроется с дыма Не открывается с дыма, дает поставить бомбу Вот все, надо законтрить церковь Задача Фаби сдержать в церкви нападение И, как видим, его там увольняет Нео, Филипп Кубский, какая голова Кибакин тоже падает Бизон подбирает у нас, товарищ Лур давит Кибакина минус от Кубина Серия разменов, террористы победили И, как видим, Кубин становится MVP этого раунда Защитил устанавливанную бомбу И забрал нескольких игроков 1-1, моментальная ответка от поляков залетает К российской команде И это большая проблема на самом-то деле Это спад в экономике, бай от атаки И, естественно, нападение Сейчас будет задавать темп игры И определять Определять, естественно Что же, что же они захотят сделать Первым девайсом полноценным от обеих сторон Ну вот, эко здесь тоже такой, знаете Интересный, позиционный получился Сейчас посмотрим, как сыграет у нас Фаби Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Фаби, зор, ты что ж косой Аркада от Ивела И, пык, еще один хедшот от поляков Ииииииии Ну вот Ну давай еще один раз Пык Ну вот почему без пыка Почему он не упал с пульки А, ну давай, добей его Давай, давай, давай Я верю в тебя, Лурдыч Не, Лурдыч не добьет сегодня Вейка Короче, просто решил он, что на Вейка лучше не идти А Кибакин пойдет бодаться на центр На центре он может славить стяжку Здесь уже идут вовсю прострелы Люльки знаю, где последние два на АЗН-овца сидят Ну, а тут часа аэродинамика И его звездный час Стать самым узнаваемым Дигл-игроком этого турнира Но, к сожалению, не прямо сейчас, а чуть попозже А может быть и на другом турнире Но в любом случае увидим, болеем там из-за этих парней Хотя, знаете, вот ESC и Z Nation Такое, ESC просто это эти парни Это такая честная польская пятерка Которая натерпелась в 1.6 версии Counter-Strike Постоянные проблемы с организацией Скакали по организациям как бешеные просто Но самая титулованная команда в мире именно ESC Вот по версии CS 1.6 Ну, титулов-то у них там в любом случае будет больше, чем у любой Сурс команды Так что все нормально Ну, сейчас в борьбе против команды Z Nation Они попытаются... Ну, они разглядели на самом... Они видят в этом шансе матч, как и против... Как в матче против Байкей, который мы с вами тоже, кстати, посмотрим Возможно, посмотрим Я думаю, что если там будут уже стартовать не по ESC, то... А, ну да, после, в принципе... Только после матча с Байкей ESC освободятся и будут играть с Нипту за рубу Мы тоже будем наблюдать В любом случае Ну, тут же стоит добавить, что... ESC рассматривают себя на выход со второго места с группы, как минимум Я в этом уверен Ну, и мы посмотрим, как они к этому придут Пока что... Череда скучных раундов Еще одно эко от Z Nation Но тут, как видим, с какой-то подготовочкой Флешкой, видимо, как я понял... Она то ли вот бьется отсюда и летит назад То ли он ее куда-то реально там в плент прокидывает Но, как видим, атака решила не идти на А-плент Все стянулись на Б Летим быстро туда А там уже Кубин начинает карать с петуха Какой речитатив? А вот... Все, пойду Пойду стану вторым Гуфом Мне, кстати, сказали недавно, что Гуф приезжает в Киев Я очень сильно удивился Как бы... Не, реально, на какой-то стадии троллинга То, что, типа, Гуф рип Я реально в это поверил Оказывается, нормально Чувак еще живой, здоровый Как бы все такое Странно Странно, конечно Ну, я думаю, войны Браблея Быстро исправят ситуацию И затроллят парня снова Но мем, конечно, был жесткий Своего времени мем, да Бесспорно Мем своего времени Но мем крайне жесткий И крайне приятный А я пока что напишу У себя в ВКонтакте Упдейт, что ZNATIONS ESC вот-вот начали играть А вам напомню, друзья vk.com.sl.tv Там вы можете следить за трансляцией Все ссылки на репортаж там И... На репортаж На разные интересные материалы Ну и на воды, конечно же, тоже Первые две игры, кстати, уже залиты Они есть на YouTube-канале KSSLTV Ну и вечером вы получите пак Записи первого игрового дня Второй игровой день Будет на пару игр меньше Опять же, в связи с тем, что сегодня Группа Б стартует И играются первые два матча Ну, мы завтра сосредоточимся Зато на матчах Дат Тима И будем болеть за парней Ну, конечно, против сербов Их смотреть мы не будем Там все понятно, но Кто его знает Так, флешечка в пашу Смотрим Ну, вот это такая флешка красивая Посмотрите, видите Какого-то все-таки стиля придерживаются ЗН Очень закрытый дефенс Флешка на пашу И после этого уход обратно в плент С опасной позицией Зачем? Правильно Зачем? Зачем рисковать? Зачем лезть на поляков? Ну, а поляки играют А-ля КС 1.6 У них играется сплита Ковры плюс двадцатка Паш так вот Пошел проброс Двадцатки Выход на фланг Кэйвэйк кладет первого Нео Лишается своего Звездного Звездного звена Польская пятерка Идет десант Скобров Не замечает таза Но Кибакин с аэродинамиком Зато нормально расправляются Со всеми Кубин пытается Что-то сделать в планете Но у Кибакина на него Конечно же другие планы Которые были реализованы Два-три Два-три Вот как видим Девайсы не заходят Полякому Радует меня сейчас Затнейшн Радует Выбили на самом деле Один из важнейших раундов Двайсных Дальше будет Ситуация только на коляце И по-моему Она будет только интересней Пока что Зайду То что зайду Пока что я озвучу Вообще Вот что на этом турнире Нам надо сдать Вообще турнир называется МДС Сапфир Кэсго По инвайтам По инвайтам Призовой фонд 20 тысяч долларов Право ухроет он В Чехии В Праге И Пока что Ситуация выглядит Следующим образом У Затнейшн Минус 4 по раундам 3 очка У ЕСС гейминг Ну по факту да Это ключевая встреча Друзья здесь Ну там еще ЕСС Байкей Решать будет Может быть что-то Ну а тут пока что Фаби забрал таза На дуге И обломал Фактически все шансы Польской пятерки Нормально разыграть От позиций И не дать за Аркадий Сботлунда Но в статке Туда в принципе Можно все решить Здесь как видим Вейк пытается Простреливать Ковры На 15 выхода нет Лежит дым Который играет Роль фейка И пошла раскидка Б плунта Опять же она тут Тайминговая На 46 секунде Надо вот эти вот Моменты запоминать На катушках есть приемник Это Фаби И минус Паша Отлично Отлично Ждет подсадки на ящик Нет Отдает плант Отдает плант Будет ждать тиммейт Ну вот он еще может Отсюда попростреливать Смотрите Да 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 Вот оно Вот оно Ну вот чуть-чуть не зашло На самом деле Там типа простреливается Стенка Вот Вот видели На что творит Фаби Просто Ну на ланя На ланя Просто Вот в интернете Боего уже зачмарили Завоняли Сказали бы что Парень читер Живет колеса Наркоман И вообще плохой человек А здесь лан Здесь не поспоришь И еще бы один прострел Я думаю Польская пятерка Бы не пережила нормально Но пока БАК-3 стараются отбиваться Пуш за Б3 Кибакин падает В церкви Его разменяли Пуш за Б3 продолжается Кубин пытается Не Кубин Лурд пытается выстоять На уровне Но бомба уже сильно пищит Играется отход с плента Естественно Вейк не успевает Здесь выцепить Лурда Лурд не успевает Выцепить Вейка И они буквально Развинулись Вот В двух шагах Друг от друга Но Фаби Разыграл вообще четко Красивый прострел Предбанника Уничтожил всех Вообще Пленд там Простреливается Об этом Уже было много разговоров На трансляциях С ЛТВ Старсириес Ну вот в этот раз Фаби на самом деле Сыграл максимально Успешно На Б планете Вот тиммейты Просто не смогли Разыграть Но все таки 35 секунд Для Выбивания в КСГО Б3 Это мало Да не не мало Просто поляки Рано атаковали Реально 46 секунд Обычно вот пытаются Там на 30 Выйти Там на 20 Зайти Но агрессивный стиль игры Ну что Ребра будут занимать Опять таки быстро Хотят сразу Без проблем Проти При том что играет На шептах Смотрите Без подготовленного Прогрена Знают что стоят Против Эка Вот он Стрейф От Кибакина Вот это неловкое чувство Когда ты открываешься А там уже стоит Нео Ну и что Тут ТАС продолжает Колдовать Минус 2 на Минус в песках Сейчас должен быть Но Эйвил Просто так не сдается Ну вот на Мишу Сразу набросились Все за ТАЗа И Пришлось ему тоже В коврах Долго не тусоваться 2-5 ЕСС На 3 раунда Впереди Команда Зет Нейшн Пока что Доминирующая сторона У атаки Дропа ВП Кто же будет играть С ВП Фаби или Кибакин А может быть Эйвил Но я думаю что Фаби Возьмет скорее всего Айвик Сейчас Так Фаби или нет Давайте посмотрим Нет не Фаби Фаби с Кольтом Кто С ВП Кибакин С ВП Это интересно Вот я уж от него не ожидал Что он будет с Айвиком играть А ну там мид чек В принципе понятно Там в большинстве случаев Чувак убивает Но все же Вот на Б планте Обратите внимание С Айвиком Никто пока не остается Только американцы Кстати любят играть На Б СВП У них там такие планы Так ну вот дым ложится Чтобы подпугнуть упор Там Паша ТАЗ Сразу же наверное схватились Нео уже разыграл второй мидл На ура Они стали подсаживаться на двадцатку По моему это снова Б И как видим Зет Нейшн не считает игру Команда ЕСС скорее всего Как раз таки по дыму Под Б И ориентировалась По моему они Приняли они правильное решение Посмотрите Готовится сейчас прогрен Вот он дым рассеивается Стоит у нас чувак Как видим на катушках На него сейчас будут Влетать флешки И Пошла прокидка Залетают флешки На хелпу Три Четыре Ой-ой-ой Пятая флешка упала На катушках И там уже в любом случае Надо аэро отдавать Эту позицию И никуда не суваться Ждать хелпы Но если сейчас здесь Не получится сделать Пару оупен фрагов То все Уже не получится Сделать оупен фрагов Все Это сейв четырех девайсов Нужно делать Здесь уже ЕСС не выбить Зет Нейшн это принимает И уходит на сейв Ну как бы только С оупен фрагом Можно выбивать Такой плент И то не всегда То есть можно убить Если не разменяли Попытаться выцепить второго А потом уже Если есть преимущество На двух игроков Или хотя бы на одного И время еще остается Адекватно времени остается Чтобы зайти Можно было бы Выйти в плент Попытаться побороться Но вот не получилось И сейчас Нео Вместе с Лурдом Устроили Поиски коллектива Зет Нейшн Кебакин пока реализовал ВП Но опять таки на сейве Забрать его Уже не принципиально Полякам Раунд закончился 6-2 У них есть преимущество Они подбили экономику Команде Зет Нейшн Но Зенам надо здесь Зенам надо здесь Уже раздупляться Начинать Вообще надо доминировать Просто вот это важная Очень игра для них Я бы даже просто сказал Найважнейшее Потому что если Ну они по выходят С первого места Что у них там уже есть 9 очков У них есть Плюс 23 по раундам У ЕС пока опять же Друзья Один матч сыгран Одна победа Три раунда Три очка И вот у Зет Нейшн Два матча Одна победа Минус 4 по раундам Три очка Но мы знаем точно Что Зет Нейшн убьют Брюссельских Гвардиансов И все такое А вот Байкей кстати обыграли Тоже это очень-очень Хороший знак Для всех Для российской команды Ну вот с ЕС опять же Игра ключевая Здесь будет решать Личная встреча И возможно Если она будет решать Нужно что-то с этим Предпринимать Ну вот сейчас будет Пуш на Фабе Под флеш Да задымляют И Фабе просто дает флешку При том что вовремя дал флеш Вовремя Вовремя Вышел правда на нее И вышел под флеш атаки Спрятался в пленте Пропустил кафель Знает он что на кафеле Могут быть Что могли пройти в хелпу Вот его тут пытаются Прочекать Минус 1 есть Один игрок есть на хелпе И это по-моему Паша Да Паша в качестве того Кто будет заставать врасплох Весь костяк Защиты проходит Посмотрите проходит На хелп спокойно Просто минует забор Уходит спокойненько Его не заметил Фабе Да Фабе не думал на него смотреть И сейчас Паша с Кубином Будут разыгрывать Пикантный раунд Друзья Один идет с КТ А о нем не знает Может быть Динамо Может быть жесткое Динамо Сейчас в Библе Если Библу не чекнет Это будет феерический провал Для Зенов Друзья Оп Пашечка Посмотрите Подумал 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 Все Начал топать Понял Что давайте Выкурим Бэй И по-моему Они решили Да Да Здесь Кубин Снимался на мид А бомба Если не на втором То непонятно где Пошел поджимчик Звонит Звонит у меня телефон Я не знаю Что происходит Но Не могу я взять трубку Поэтому я выключаю Паша В итоге Забирает аэро Ну и сейв девайсов Ну вот могли Сцена На самом деле Зоще сыграть Вот опять же Видите Какая игра На самом деле Вроде бы И агрессивный КСГО Да И динамичный Но вот сейв Действительно Тупо выглядит Ну как бы Вот если бы он Поломился И начал убивать Это было бы Все совсем по-другому И выглядело бы Совсем по-другому Интереснее Мы бы хотя бы Здесь поорали С этого Но нам теперь Проорать с этого Даже нельзя Ладно Второй мид За лурдом За одним Паша Центр Кубин Дугас Дуги Пуша нету Зетнейшн Бай И четыре Дефуза у всех Поджим ковров И сразу же Они принимают на себя Прострел со второго мидла От Польской команды Притом Что такое Знаете Достаточно Прострел неприятный Особенно Когда ты стоишь Вот где сейчас Стоял ивил Где упал ивил Как мы видим Ну Вейк сразу Естественно Поджимает хвост Уходит оттуда Здесь ловить нечего По сути Эта ситуация уже проиграна Эта позиция проиграна Ковры отданы Остается вариант Как бы сейчас Принять на ребрах И Если поляки будут Благосклонны к ребрам То все может получиться Но эти парни Еще могут спрыгнуть Отойти Хотя Отходить Здесь на дуге Все хорошо И здесь Да Ай растянулся Смотрите Но если вот упадет Фаби То это по факту Пустая Б Если конечно же Он упадет В чем я пока что Сомневаюсь То есть А он слышал Слышал яму Вот он с дуги В принципе здесь и запер Дал он фу И поляки сейчас должны На самом деле понимать Что здесь готовы Их принимать Открывается первая пашина 15 сразу Не падает Нео минус Минус от Кибакина С АВП Минус 2 от Кибакина С АВП Выход на 15 15 пустая Ковры открываются Лурд минус Два красных игрока У поляка Фаби Один в три Два хп есть У одного из игроков Нападения Вот попытки Ой-ой-ой Фаби Ну куда ж ты стреляешь Что в такой ситуации Отдаешься Павлику 7-3 Зет Нейшн Что за невнимательность Вы что там Вас дурак в Чехии понюхал Или кого вы там понюхали Или чего вы там понюхали Что Не смогли сыграть На нормальный прием Кибакин такие дал Минус 2 Он закрыл Реально основное звено Атаки Которое должно было На 20 пробежать Все Осталось только Встать в позиции Сыграть внимательно Услышать И убить Два красных игрока Один каленый И не взять этот раунд 7-3 Ну ладно Тут уже Инициатива за поляками По-моему Они Может быть повезло Но я все таки считаю Что они законтрили Тут весь процесс Взятие раунда Знали что делали Ну в конце конечно Там Зет Нейшн Просто не поняли Видимо ситуации Не хватает там понимания Пока действия оппонента Как я понял Может быть В связи с этим Так и сыграли Ну вот сейчас Фабис играет Очень интересно Против Паши Упал в дыму Паша ждал на звук Дождался Добил И Это будет 8-3 Внимательно СС разыгрывают На Инферно Как мы видим Прочекали Аплент Ставится бомба Ну и Вейки естественно Плюс Кибакин с Двайсом Попытаются что-то натворить Пашу забрали И сейчас будет драк на центре Давайте посмотрим За кем она там Останется Вот здесь Кубин Нео Ну и Нео по-моему Тут уже Да Нео загоняет Нео загоняет Последнего Кибакина Респауна Ну и два игрока ИСЦ через мид Мы это в принципе Все видели Его забрали Достаточно спокойно Счет становится 8-3 Команде ИСЦ Гейминг Стоит выразить Конечно же Респект Вот после Дримхака И провального Группового этапа На ДХ Здесь этот коллектив Играет реально На На совесть Не ну серьезно На совесть То есть по сути Я думал что Затнешно будут Их здесь давить Но ИСЦ все-таки Ну инферно Как ни крути За атаку Берут Берут и берут Посмотрим что будет У Затнешно Но я не думаю Что это удобная карта Для Зенов Раз они так Будут в дефенсе Умудряются Проигрывать Вроде бы как Дефенс здесь является Реально удобной стороной Для того чтобы Начинать Свою Свой матч На этой карте И В первой половине Попытаться Вести со счетом Но вот ИСЦ с этим Категорически не согласны Сейчас у нас будет Пикантная ситуация Под Б Как видим Ну и Паша сразу же Напоролся Здесь как видим Пытался таз Его разменять Но здесь Прив под флеш Моментальный Таз давит Первого зажима Минус 2 Ошибка От Зетнейшн Не очень прямая игра На дуге Но есть Кибакин За Б3 И он может сыграть Нежданчика Сейчас на Б планете Пошла стяжка От Ивела Фактически сразу же На Б планете Уже должна быть заруба И я жду Когда директор Переключится на Кибакина Да Минус 1 Дает Кибакин Играет в размен Граната залетает Сразу от Ивела Не успевает он дойти Таза дает Минфу Таз смещается Остается Последним у нас Товарищ Вейк У него Фомас Берт Против таза Конечно здесь выйти Будет очень тяжело При том что еще Игрок слева Создает напряжение Определенная Плышка в таза Но Вейк не открылся Идет направо Ну и на катушках Гибнет Гибнет опять же От Кубина Атака Кубина Таз в ассисте 9-3 И у Зетнейшн Полный провал по деньгам Тут уже Тут уже осталось только Последний раз Отдать десятый Но 10 раундов за атаку Здесь по моему Это какой-то Антиуспех Для команды Зетнейшн Жаль Жаль конечно Но эту игру Надо за Эном выигрывать Есть еще вторая половина Посмотрим что будет Но потащить Они просто обязаны Серьезно Нельзя просто так Взять и отдавать Тут есть отличный шанс Выйти со второго места Побороться Как бы там Да В стадии плей-офф Не хочется мне Чтобы На одну команду На российскую Стало меньше Вот завтра за Дат Будем просто орать Сидеть Да вообще у Дат Группа на самом деле Проходная По сравнению с Зетнейшн У Дат Во-первых Левел Во-вторых Я точно знаю Что эти парни Умеют играть против Европы И европейских команд У них приоритет Вообще на Сталладле Когда с Убиком разговаривал Он говорил Что им реально На результаты С российскими коллективами Не особо-то и важно То есть коллективами С СНГ Им очень важно Как они сыграют Против европейцев Потому что у ребят Есть планы Тем более сейчас Уже как-то более доступно Можно Оп-оп-оп-оп-оп Нет Не зашло Не зашло Но минус один Все равно Дал с этой позиции Реализовал Не было девайса Вот в пленте Еще есть у нас Товарищ Вейк И если его не прочекают Может будет Какой-то прикол Опс Вейк Вот это да Два в одного Два в одного Пуш от МММ Он же Лурт Упал 9-4 Нет Десятого раунда У команды ЕСЦ Затнейшн Перевернули на ЭК Укрепив 15 Укрепив малый В пленте И сейчас Затнейшн попытаются Дать Возможный Камбэк Ну тут два раунда До первой половины 9-4 Если сыграют Будут только рад В условиях Взятой первой пистолетки Второй половины Шансы россиян Значительно возрастают На счет 9-9 Потому что ЕСЦ будут в дефенсии И Два эка раунда Им придется играть Как ни крути Хочу-не хочу Ну поляки Опять же Вот это неровная команда Они могут Знаете Там отдать Отдать там 2-3 раунда Вот в второй половине А потом Начать бороться Эти парни Это умеют делать Самое реально главное Когда ты умеешь Когда ты проигрываешь Там 5 подряд А потом вы начинаете брать Вот Тогда начинается экшн Поляки именно такая команда Нереальных камбэков Всполнений было Очень-очень много Так тут попытка Вейка задеть Проходящего парня На 20-ку Но Не удалось Отдают ковры ЕСЦ гейминг Будут открываться Снова на Б плент Но тут уже какая-то Знаете Не, не на Б плент Слушайте Вот я просто посмотрел Здесь на чеки Паша есть Да, выходит И сейчас будет Минус Паша просто Ну Паша конечно Там вообще язва В дым зашел А вот Фаби спалился 5 раз Притом что Смотрите сейчас будет Минус просто Минус от Паша Скорее всего Опс Нет Все-таки увидел Он Пашу Забрал Здесь выход на облайн Отсиживается Ивилл будет В качестве Игроков Пассивного Дианса играть Вот был шанс Сейчас зацепиться За вторую голову Не получилось 2-2 Ис его пытаются Контрить Прей И задевает Он очень-очень хорошо С Кубина Но Лурд в паре С Кубином Выглядит смертельной Машиной 10-4 Тем не менее 6 Зетнэйшн Здесь уже претендовать Не могут На 10-5 Как минимум Но самое обидное Качнув соперника Они их не качнули По экономике Экота взяли Молодцы Но девайсов Себе они не нажили И финансово Экономически Они не закрепились Как видим Поэтому последний раунд Им придется играть С минимальными надеждами Хотя надежды Могут быть большие Но Эффективности От этих надежд Будет очень-очень мало Но опять же Судить Готова команда Здесь играть Больше или нет Не нам Неплохо Сейчас разыграл Паби под дым Очень-очень грамотно По три пульки Выстрел Попал очень плотно Папаша Это практически минус ВП Его конечно тормозят Сейчас Молотовым Но я думаю Одна флешка На мид И проблема Будет решена Правда Поляки Чувствуют Что есть Пуш с Б Они понимают Что экономика У соперника Слабая Поэтому будет Возможно В начале раунда Какая-то агрессия Попытка перехвата Может даже в беде Может на дуге И сейчас Все решит Опять же Открытие Планта Да Моменталочка И Фаби ждет На себя Пуша Но вот на него Медленно будет Походить ВП Ошибочная флеш Все поляки Знают Что он здесь есть И тут уже Просто Фаби Не уйти Бакин дает минус Фаби пытается На апплее Как-то сделать Нет Все-таки уходит 300 хп 91 армора Есть К нему штагивается Ивил И вдвоем Они попытаются Закрыть Атаку на Б Которая Степом Пробирается Но тут уже Играды контакта И сразу же Идвайс Оу Как Эвилу Не повезло Вроде только Хотел открыться Постреляться На оппозицию Врага Но тут Вейк Нормально ломает В принципе 2 в 2 И красный В пленте Минус от Паши 1 на 1 Пашек Остается Вместе с Вейком Но у Паши АВП Бомба на него Это преимущество У Вейка Нет дыма Ничего нет И короче Сейчас вот Давай флэш Давай флэш Дави 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 Ну Вейк Ну пожалуйста Надо было выходить Под флэш Сверху Убирать этого парня А нет Еще гранатка есть Отличный 17 кп у Пахана Ну вот Паша Открывается И не попадает Вейк На чек Играет Павлик И это по-моему Провал Ну надо было Выходить Добивать В итоге Паша Делает спокойный Стрейф 11-4 Взрывается Бомба Еще остановится Да 11-4 И это не самый лучший Результат Для команды Затнейшн 4 раунда За дефенс Это по-моему Не очень хороший результат Вот как ни крути Но стоило Сыграть как-то по-другому Ну Вармап Секунд сайт Ну ладно Что ж ждем Вот смена команд Через 001 Видимо там просто Какая-то задерточка Стоит на самом деле У ебота Чтобы половина Сразу не менялась Друзья Ну а я пока что Наверное пойду И все-таки зайду В чат Киберарена ТВ В группе в стиме Вступаем в нее Приглашаем друзей Вот я только-только Туда зашел Уже поздно Можно оттуда выходить Чтоб мне не отвлекаться От игры Посмотрим Что же написали У меня вконтакте Так ESC 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 Слэм Разбань пожалуйста На Киберарена ТВ Я не буду разбанивать Никого на Киберарена ТВ Люди которые попадают Там в чат В чате в бан Они попадают туда в бан За дело Так что Здесь не стоит мне врать Ладно Тут пока что у нас Первая пистолетка Вторая половина Очень важный раунд Для команды Зет Нейшн Давайте поболеем За наших братишек Может быть Ну вот Поддержку какую-то Им хоть принесем Своим болением Не знаю Они по-моему Просто даже Наверное не ощущают Что сейчас Их поддерживает Реально Русскоязычная комьюнити Пусть и не такое большое Как например Любят поддерживать Команду Нави Но Все равно Ответственность парни Должны чувствовать И должны сейчас Попытаться оправдать Как минимум Хотя бы Ну 30% ожиданий Ну хоть ESC Это надо здесь выиграть А то с группы Ж не выйдут Вэк Минус Паш На второй медлей Здесь как видим Через 15 был прорыв От Zetnation Они заходят на B-Plant На дуге Дайвят спокойненько Кубина Отличная Отличный маневр За атаку Сыграли по-моему Они очень-очень четко Ну как видим Что на B-Plant Остался у нас Сивил Вместе с ним Есть еще два тиммейта На дуге У нас поляки Там идет открытие И вот я не понимаю Да вот Все Переключает автодиректор Нео Фаби минус Стас И Нео пытается Пушить Вторая голова будет Нет С ножом С ножом Попрыгал Распрыгался Какой Кебакин его сразу Уже здесь Смотрите Пометил Пометил Да забрал Еще и в полете Красиво Четко Что-то становится 5-11 Ну и у Zetnation Сейчас будет Бай Конечно же Ну и лучше бы они делали Янтиек и Бай Они брали калаши Хотя они его и делают Там по-моему Всего лишь 2 АК Да Если не ошибаюсь Да 2 АК И то вроде даже Один Галил Один АК Сейчас узнаем Что там у Ивилов Просто там есть Да Один Галил Один АК Еще вроде бы Галил Да Два Галила Есть Бизон И есть Петушок Нео как видим Подсадили сразу же в куст Вижу далеко Вижу далеко Сижу высоко Гагара Северная птица Вот такую песню Сейчас Нео может петь Ну ему на самом деле Прикольно В этом кустике сидеть Такой да Ты вот выходишь Да Ты такой выходишь И идешь Да А вот это вот тело Такое сидит И молчит Это такой Американский шпион Мне еще нравится Вот знаете Там на плечах На плечах У этой модельки Такой Интересный Американский флаг Но когда ты знаешь Что игрока зовут Филипп Кубский Он из Польши Это вызывает Дикое восхищение Я надеюсь Что Valve Скоро наконец-таки Когда ведут Магазин в эту игру И сделают ее Бесплатно И поставят возможность Замены флагов Там да Логотипчики И всякие бонусы Что были Ну а тут пока что Нео Минус Ивил И опять Затнейши начинает Наступать на те же грабли Что и в первой половине Сейчас они по-моему Атека раунда могут вкурить Ну если конечно не зайдет Вот у Таза точно сейчас Есть какие-то варианты Насчет Двадцатки Да Увидел он двадцатку Кибакин минус Лурт Уже хорошо Три в четыре Бомбы уже точно будут На Ковры будут смотреться Тут на топ Алтаса Ну уже не жить Паша пытается Открыться с двадцати Ну и позиции У атаки Очень-очень хорошие Антик раунд В принципе удался За счетом того Что особо сильно не ломились Разыграли степом На двадцать И Пытались не выходить На ковры Пытались играть безопасно Без раша Без всего Они возьмут этот раунд И дадут полякам Сделать больше одного минуса Ну это конечно по желанию Просто вот этот-то парень Точно может сделать Еще один фраг В один шесть Он любил так же Устранять Кто не помнит Там знаете Убегание от бомбы соперника Но Как видим Госпожа Фортуна Его сейчас не обделила Этим минусом Ну вот в первой половине Повезло Здесь уже Инициатива за Зат Нейшн И сейчас по-моему Будет попытка Камбэка На Туннел есть Двайс Мне интересно Что он с ним Сейчас будет делать Давайте посмотрим Как поляки Разыгрывают Двайс от Нейшн Ну вот второй армор Это понятно Две четыреста у него Остается И у нас проблемы С подключением По-моему Свет упал Да Если я не ошибаюсь Опять Так Ну я пишу Монарху Свет упал А монарха нету В скайпе И походу Да Походу Это свет Ну пытаемся Зайти Гоут В2 Гоут В1 Не Гоут В1 Заходит Странно Либо мы туда заходим Либо не туда Пока непонятно Так Здесь Байки Играют С этими Пацанами А нам Нужен Не этот Матч Ну вот вроде бы Мы туда попали Или нет Стоп Не 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 туда Мы туда же заходим Я опять на 2 захожу Походу Как это я Это сделал Нет Все нормально Все нормально Друзья Ладно Все давайте смотреть Первый бай От Нет Не бай Еще пока что Не бай От поляков Все возвращаемся Смотрим Счет 6-11 Ставится бомба Занейшнами Сейчас они Против еще одного Краунда Играют Крайне неубедительно Остаются В ситуации 3-3 Как видим 35 кп Но тут будет Сейв девайс Скорее всего И отдача Наверное Будет У Лурда Да Лурд сыграет На отдачу Паша тоже И Хаев Плен О больших песках Известно Не Хаев Флешка Даже в план Была Ну вот пытается Сейчас Лук из больших У нас Лурд Эму этого Не дают Сделать Попадают По нему Очень жестко Опс Минус Так неплохо Заходит Кубин Минус 2 Дает Ой-ой-ой Кибакин Кроет Бизона И О боже Жмой Не может быть Ну поляки Вот убивают На втором Эко всю команду Затнейшн Но бомба К сожалению Для ESC Гейминг Пищала сильно И Затнейшн Берут этот Раунд Это то что Меньше всего Надо Не ну просто Если Зенейшн Здесь Сейчас Не выиграют У поляков Это друзья Будет для Этой команды На этом Чемпионате Да-да-да Именно Я тоже Об этом Подумал Почему Да потому что Из группы Из этой Надо стараться Выйти Игра против Нипов Была крайне Неубедительна Рошат У нас Байкей Отлично Сыграли Просто сразу Было видно Что играли Свою карту Узнали Что делали А тут Такой расклад Что непонятно Такс Идет Закидочка Опять же Позиции в упоре Вот сейчас Затнейшн Будут разыгрывать С коврами Давайте посмотрим Как там С попрыгуном Будет А ну сначала Они Тэшку Стараются Наверное Запереть Да И посмотрите Сразу они идут Сразу они идут Вот сейчас Кибакин будет прыгать И сразу чекает Оп Никого не увидел У двери Прочекал Тэшка пустая Она же Темочка Можно просто Темкой называть Ну или боксом Она реально коробка И сейчас будет Выход на центр Притом что смотрите Флешка дается От левого Две флешки Выход 15 И тут двое Ох зажим Дает Кибакин Минус 2 Паша Таз падает На размен Выходит Лурд Нео должен Брик 15 Ему помогают Но он В ассисте Попался Опять же С лурдом Выход на Продолжается Ситуация 2 в 2 Игрока защиты Заманцевали В пленте Знают что он там Находится Кубин играет Стяжку И сейчас Атаки Надо решать Что делать Что делать Они не знают Просто откуда Стягивается Кубин Это вполне Возможно Будет мид Вот сейчас Явил чекнет Чекнет мид Мид пустой Выходит до 20 Кубин проходит В этот момент В арку А посмотрите Что делает Лурдом Просто играет В нычку На пленте И особо Сильно не спешит А вот Затнейшн Это доставит Проблемы На самом деле Вместо того Чтобы прорваться В плент Они сейчас Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ну опять же Они могли Драньш раунд Закончить Если бы просто С 15 Зашли вместе Одновременно В Точку И забрали парня Поставили бомбу Кубин бы даже Как бы не пошел Но Кубин здесь пришел 2 в 2 конечно Они разыграли нормально До контакта убили Но опять таки Они на позиции Эти посмотрели Вот поляки Сыграли по стяжке Грамотно А вот в другой раз У Затнейшн Уже такого случая не будет Они выйдут в плент Топа он пустой А тут из нычки Вылезает один А потом выходит второй Да В спину И это будет вообще Карнавал Неприятный Пока что Паша Решил зааркадить В 1.6 стайле Такой МТ МТ МТВ стайл Не вышло Атака как видим Пытается разыграть Под коврами Через второй мид У Затнейшн все хорошо Ивела на дуге Тормознули Он там развлекается Пока что Веселится Веселится братишка А вот у Нео Есть АВП Которую он забрал У Павлика И вот с АВП Нео В этой шпилке Пока что непонятно какой Но я надеюсь что все будет хорошо Я надеюсь что все будет хорошо Хотя на него посмотрите Выходит уже пуш Опа Минус есть И подобранная АВП Паша Дает сейчас Минус 1 И плюс 1 конечно же польза Но сейчас будет еще наверное фраг Нет Антон Минус Нео Филипп Купский Не смог Разыгрывать дальше свое АВП Причина Кибакин Бомба ставится Бомба Б Все у Затнейшн все хорошо Главное сейчас не дергаться Никуда не вылезать Просто дождаться контакта Если он будет Дефенс может конечно Попытаться подобраться Но это только к лучшему Это только на руку Затнейшн в любом случае Ну и вот отрезает Тут лур Таз да Два с пистолетами Как бы если бы знали Что они оба с пистолетами Наверное уже бы на них поломились Побежали И попытались бы убить Вот кто-то даже пытается Саркадничать здесь куда-то в дым Но это сейчас Ой плохо Закончится Пока стреляться получалось Ну лур здесь пытается На голову кого-то подлавить Тоже не выходит 11.9 Затнейшн тащат Друзья И я рад этому Я бы даже сказал Что я крайне рад этому Но опять же Им надо выигрывать Им надо выигрывать Сейчас я обновлю Ситуацию Посмотрим Что там за положение В группе на данный момент Ну все то же самое Пока что Как бы ИСС Гейминг На втором месте находится Здесь вот Будут разыгрываться Три очка Которые покажут Кто с кем Надеюсь здесь Денищи не дойдет Изэтнейшн Смогут перевернуть Поляков Вообще должны Пока борьба напряженная Так вот Молотов готовится От Кубина И это изоляция дуги Чтобы игрок Да вот она Вот она изоляция дуги Игроку атаки Уже никуда не деться Он будет продолжать Разыгрывать сейчас Дугу до упора До маскарада Будет ждать Поджима Поджима нет Он его как видим Стоит Ловит флешку Но все еще ждет Пытается Пытается в дым кого-то Наспрейть Уходит в самый последний момент Вот если бы там был выход Он бы уже в голову получил Потому что пули Это бы видно было Да и место там было Открытое от дыма Очень близко пытается Играть таз на коврах Мозет Нейшн Здесь без попытки Чтения соперника Пытаются уйти с медла Аккуратно стянуться Вот сейчас мне интересно Как разыграет Где же там был кибаки Ну ой-ой-ой-ой-ой-ой Ушли с медла Оставили вейка Вейк один Двадцатки пятнадцать Дали дым Даже не открывшись Предварительно Есть минус двадцать Вейк отвлек на себя Внимание Тут открытие Б Филипп Кубский Б3 Минус от Кубина Из-за Б3 И вместе с ним Нео По-моему сейчас Они здесь в асисте Могут просто принять Весь всю эту атаку Вот не были готовы Затнейшн к такому Повороту событий Слишком рано Они стали выходить На Б плент Нужно было все-таки Дождаться Нужно было дождаться И попытаться стянуть Сначала Дефенс Но Они на это рассчитывали Они думали Что поляки уже Видимо стянулись Плюс еще минус На двадцатке Был тому подтверждением Но стяжки опять же С Б не было Была просто На дуга И плент был укреплен На двух игроков Затнейшн этого не поняли Вышли в меньшинстве Туда Вейк удалось Острелить 20 Но это было Уже после выхода на дугу Естественно ЕСЦ особо сильно Не парились По поводу приема Оставались просто На позициях Толпа стянулась Моментально С пятнадцати И раунд был заказан Команда ЕСЦ Для команды ЕСЦ Что будет дальше Непонятно пока Затнейшн явно Могут возникнуть сложности Еще один кстати Из ключевых раундов Играется Вот дым на центре Попытка выцепить аркаду Которая нету Ждут они здесь Мифических врывов Итак Ну а встреча продолжается Я просто немножко Начинаю завтыкивать Отвлекаться Больше всего По причине плохого сна Так тут выход на ТАС принимает А ковры не раскинули Двадцатка тоже ничего не бросила На пески Нормально вообще Пошли на стрельбе Хорошо Перестрелялись Но вот с чистым преимуществом Защиты как собираются Бороться тоже непонятно Обычный перекрестный огонь В итоге с одной потери Поляки этот раунд Могут закончить Это будет 13-9 И теперь уже Я точно могу сказать Что у Затнейшн проблемы И во-первых Это проблемы с деньгами Это просто гигантские проблемы Гигантские траблы с деньгами Шесть Двести пятьдесят Тысяча девятьсот Две двести пятьдесят АТЭК И четырнадцатый раунд Дарить полякам И потом бороться за ничью По-моему Только такой расклад Сейчас светит С Зенейшн Ну Отдача четырнадцати раундов Это конечно Вообще жесть Как бы Большая Огромная жесть Да Могли перевернуть Опять же Вот раунд Когда пошли На Б-Плент И отдались там Не смогли тупо Закрыть Б-3 Отвлеклись Сразу же на катушке Там наверное Знаете там наверное Инфа была такая В инфе Все выходим Б Да выходим Вейк Я открыл двадцатку А мы уже на Б воюем И не сдали инфу Что на Б открылись Вот такое могло быть Могло быть так Что они вышли на Б Думали что там Один Нео Который пытался Убежать в церковь Зашли на точку А там За Б-3 Кубин Нежданчик То да И сразу Минус два Но он там Минус три В итоге дал за раунд Тяжело конечно Тяжело конечно За Нейшном Здесь с поляками играть Но О поляках что Тоже стоит отметить Что ребята готовы Показывают Пока хороший уровень И Вот сейчас Кибакин попытается Потащить здесь По-моему Зенов Но Как видим Кубин с этим не согласен И спокойно его закрывает На 15 В арке счет становится 9-14 У Зетнейшн Остается один Последний шанс Дать камбэк И сыграть На 7 раундов подряд В свою пользу Такое бывает Такое бывает Но такое бывает Очень редко Вот последний экшен В контрстрайке Вообще В Global Offensive В 1.6 Нереальный камбэк Я видел на Тускане От команды Нави Как раз таки в матче Против вот этих же поляков Против этой же пятерки Когда Сначала они проигрывали Достаточно Опа Ну все Тут боулинг начинается Просто от Паши Все 15 раунд Просто подарили Короче Нет слов Нет слов Сейчас тут еще придет Вот двадцаточка И минус от Лурда Вообще все хорошо 4 в 2 С бомбой Ивил И пойдет 1 на Б Ставить бомбу Против Нео Вот Что может быть лучше Нео еще такой Сейчас в нынешку идет Будет прятаться Ждать флешки И его спокойно Медленно выходит Кебакин в этот момент Стягивается по своим коврам Убегая от Аркады В лице Кубина И его друга Лурда Если я не ошибаюсь Да-да-да Кубина с Лурдом Два таких Карифана Забежали Ну и Ивил Как видим Пытался открыться на Б Ему дал На его иступки Флешку Ивил топнул Успугался Вот если бы здесь было Два игрока на Б Планете У поляков То чувак от ящика Бо уже его давно Увидел Но вот Ивил идет в нынешку И знает Что там может сидеть Игрок дефенса Ну и Тут можно сказать Что 15-9 Если конечно Сейчас не случится чудо И Антон не потащит Причем я очень сомневаюсь Потому что преимущество Соперника Опять же Классальное Ну вот слишком много игроков Защита в живых осталась Опять же Не убивают Не Первичные позиции Не убивают Плохо разыгрывают Позднюю стадию раунда Затонейшн После размены Какие-то глупые действия Реально бредовые совершают Не то что бредовые Вот Пара моментов Конечно были бредовые Совершенно нелогичные Но это скорее всего Ну может быть стресс Испытывают ребята Какой-то на лане Тем более вроде бы Как первый зарубежный лан Для этого состава Где еще недавно Замена была В лице Ивил Странно конечно Тут даже не странно Тут скорее просто Вот Неожиданность такая Столько играли И Проигрывают сейчас Команде Которая по сути Меньше тренируется В CSGO Меньше тренировалась В CSGO Индивидуально они конечно Играли Но команды Не особо сильно Но зато ЕСС показывает Что все-таки Есть еще порох В пороховницах У этих пацанов Несмотря на то Что там все Подзросные игроки Уже давно Все еще стараются Ну и последнего Аэра задавили 16-9 Без шансов Для ZN Не дали парням Сделать камбэк Команда из России Мы еще пока что Не прощаемся Последний матч Сегодняшнего дня Который мы будем смотреть Это ЕСС гейминг Против НИП Зат Нейшн Дали им неплохую разминку И Эту встречу Мы увидим Только после матча ЕСС гейминг Против Байкей А она вообще Будет последней Мы ее даже Наверное и смотреть Не будем Хотя Фиг его знает Потому что Как раз таки Сейчас НИП ЕСЦ написано АХЛТВ ТБА Ну и Я к вам вернусь Снова Снова по новой Через несколько минут Наверное все таки С матчем НИП ЕСЦ Если я не ошибаюсь И Мы Насладимся КСГО Высокого левела Ну и посмотрим Что же все таки Что же все таки Умеют ЕСЦ Опять же На НИПАХ Там может быть Реально друзья Все что угодно Любой Экшен Дикий Безобразный Грязный Поэтому Остаемся здесь И ждем В следующей встрече Пока что подписываемся На страницу ВК.ком Слэш КССЛТВ